Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 октября, вот и закончилось наше лето. Сижу, пересматриваю летние фотографии, теперь только мечтать о зеленых огурцах, о помидорах красных. Но сейчас я решила снять это видео не для того, чтобы полюбоваться летними фотографиями, а для того, чтобы рассказать вам о том, какими будут наши следующие видео, и все темы последующих видео, конечно, я буду ждать от вас. Вот сейчас я перейду в раздел комментарии и расскажу вам. Но самое главное, видео вот это будет коротким, я много ответов на вопросы не буду давать. Я почти всем сегодня ответила, печатала тексты, сидела с утра. Теперь я постараюсь ежедневно заходить в комментарии, у кого есть какие-то насущные вопросы, отвечаю там. Но я хочу вам сказать, вот сейчас самое время поговорить на те темы, на которые не было времени летом. Летом же все на бегу, на скаку, и когда в комментариях какие-то вопросы задавались, мне, конечно, не было времени отвечать, и это жара нынче и все. Сейчас зима, самое время побеседовать. Можно поговорить и о схемах посадки, и о различных там о подкормках, и вообще о сортах. Я вот начала рассказывать подробно-подробно о тех сортах, которые я выращиваю. Задавайте вопросы. Сейчас выходят новые видео. Вот сейчас, например, загружаются видео про петрушу огородника. Не обязательно ваш комментарий должен быть про петрушу огородника, но про этот сорт. Если вас интересует какой-то другой мой сорт, задайте вопрос. И если вопросов будет об этом сорте несколько, самые актуальные будут вынесены в тему следующего, очередного видео. И также про какие-то про схемы посадок. Например, вот видео вышло о сроках хранения семян, и в этом комментарии не обязательно должен быть вопрос о сроках хранения семян. Напишите, например, а меня интересует то-то, то-то. И еще раз повторю, самые часто задаваемые вопросы, это будут темы наших следующих видео. У меня тем для видео много, но в первую очередь буду снимать и рассказывать, освещать те темы, которые интересуют моих подписчиков. И еще сейчас вот пройдемся мы по комментариям, быстро-быстро. Так, это вот. Мне интересно, хотела вам сказать, вот про... В прошлом году показывала огромное количество томатов в подвалах. И я говорю, люди интересно устроены, нет, чтобы спросить, чтобы что-то интересное узнать, например, о сроках хранения все пишут. Половину надо раздать людям нуждающимся. Я в прошлом году уже рассказывала, мы живем в таком районе, у нас у всех огороды, у нас нет нуждающихся в томатах. И тем более я считаю, что раздавать вот эти последние, недозрелые, маленькие, недоразвитые, кому-то там некоторые говорят, несите в церковь. Но это издевательство, надо людьми раздавать, нужно хороший товар, полноценный, а не вот это вот, что думаешь, или в компостную яму выбросить, или в подвал положить. Пишут все, раздайте нуждающим. Это опять то же самое, что бери у Божи, что нам не гоже. Люди перед тем, как вы пишете комментарии, вы подумайте, что вы советуете, это вообще ужасно. Отходы отдавать людям. У нас такие томаты у всех есть. Мы живем в таком городе маленьком, что некоторые пишут, по детдомам развезите, у нас нет столько детдомов. У нас один детдом, в нем прекрасные теплицы, там выращивают они свой урожай. И чтобы вести это, надо какую совесть иметь, чтобы вести вот такие отходы подвальные в детский дом. Это вообще о чем вы говорите? Что это такое? Так, еще так, так. Вот опять, зачем столько, для целой роты на зиму не будет вкуса. Все расстраиваются, куда же я дену столько томатов. Так, я хотела дойти до... Пишут зеленые угрозы для здоровья. Так, так, так. Это вот, а вот смотрите, про ленту, еще раз объясню, что... Кто-то спрашивает, вот, про обогрев, какая температура вот на этой половине. Я снимать дополнительно видео не буду, но вторую половину, которую я не обогреваю, я температуру и не мерила, я просто зашла, вижу визуально. Вот смотрите, посеяно здесь и посеяно здесь. Эта сторона, она совсем не растет, потому что земля, вероятно, такая холодная, даже вот этот вот там редис и салат, они как зашли, когда еще было немножко тепло, и все остановились. Они замерли в росте, теперь они там больше не будут расти, а это пышет, это растет и растет у меня здесь горчица. И вторую я объяснила, почему я не включаю, потому что я уже сделала поздно, и мне нет смысла... Они вырасти не успеют, сейчас будет круто, минусовая температура вот в ноябре, вырасти не успеют, а просто так гонять мне тоже целую вот эту половину подогрева не хочется. Просто из... ну как... в целях экономии электричества я отложила это на весну. Придется только весной проверять. Вот я покажу, что будет весной. Ой, опять здесь. У вас что, семья, 50 человек? Вы не расстраивайтесь. Все это у нас давно уже переработано, это было видео год назад. Люди, наверное, не смотрят на дату видео, и сейчас уже говорят, да у вас все сгниет, но я уже точно вам могу сказать, что у меня ничего не сгнило. Так, сейчас мы дальше продвинемся. Еще там вопрос один. Я вот хотела именно про подогрев сказать, и... Так... Это все промываю. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня медленно загружается. У нас и интернет в нашем городе не очень, и все. Так, сейчас мы дойдем. Минутку потерпите. Это, это очень важно, что я хотела объяснить, потому что я, ну, часто вот такие комментарии, я сразу сейчас один раз хочу объяснить всем, чтобы загружаемся. Вот так у меня работает интернет и все на свете. Сидишь иногда, что-то нужно, и ждешь, 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 не дождешься. Нет, ну, тут второй вопрос, значит, мы уже, я не буду вас мучить. Все, короче, самое главное, что я хотела сказать в этом коротком видео. Если у вас есть какие-то летом вопросы, кто-то, может быть, писал, и я не ответила, вы понимаете, что летом совсем-совсем у меня нет времени. Сейчас вот я видео уже начала регулярно снимать, выставлять. Все темы, независимо, летняя это или зимняя, о любой теме можно поговорить теоретически. Сейчас вот сидя, например, за столом или у компьютера, я все могу рассказать. Задавайте вопросы, я буду вам отвечать. Конечно, если придет несколько вопросов и какой-то повторится, в первую очередь буду отвечать на повторяющиеся вопросы. Все, до свидания. Этот сезон у нас теперь закончен. Нет, правда, у меня сейчас соответствующих фотографий. Все фотографии вот такие у меня в теплице, с зеленью, с урожаем. Теперь всю зиму буду любоваться и вспоминать это лето. Все, до свидания.